В Краснофлотском районе, в частной Слободе за Северным парком, в результате пожара на полузаброшенном участке погиб человек. Предположительно, это бездомный, который использовал под жильё изотермическую автомобильную будку. Бродяга облюбовал кузов автомобиля, снятый с шасси, и сгорел вместе с ним. Хозяева на этом участке появляются крайне редко. Он был приобретён новым владельцем прошлой весной. Какую-то активность мужчина проявлял сразу после сделки. Привёз сюда кузов автомобильного фургона. Он запирался и мог использоваться как под склад инструментов, так и под временное жильё для рабочих. Однако планы по строительству нового дома или реконструкции старой усадьбы по какой-то причине были отложены. На оставленном без присмотра участке всё чаще стали появляться бродяги. Один из них в итоге вселился в будку. Люмпин был инвалидом, ходил с огромным трудом, пользовался инвалидной коляской. Возможно, поэтому соседи смотрели на нелегало сквозь пальцы, тем более, что особых неудобств он не доставлял. Один из минусов – его приятели, которые ходили к бездомному выпить. До наступления холодов вопрос отопления будки Люмпин так и не решил. Во всяком случае, на пепелище не найдено никакой печки. Электричество сюда не подведено, обогревателей нет. Возможно, причина ЧП крылась в пожароопасном способе обогрева помещения – разведении костра внутри. По характеру обгорания фургона можно утверждать, что очаг огня располагался внутри. Обгоревшее до костей тело было найдено на обугленном топчане в углу будки, там, где обычно спал бомж. Его останки направлены на исследование. Правоохранительные органы хотят убедиться, что пожар не был попыткой скрыть убийство. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.